Продолжим эту интересную тему вместе с военным обозревателем. Денис Попович с нами на связи. Денис, приветствуем. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, добрый вечер. Понятное дело, что дроны очень нужны, а с этим не поспоришь. Спорят эксперты с цифрой в один миллион. Как вы считаете, насколько реально произвести в Украине миллион дронов? А два, а три? Ну, давайте 10 возьмем, чего ж там мелочиться. Ну, хотелось бы, они нам нужны. Звучала цифра 50 тысяч дронов в месяц, по-моему, от официальных лиц на сегодняшний день. Господин Камышин, если не ошибаюсь, назвал эту цифру, что сейчас 50 тысяч дронов в месяц производится. Ну, давайте, если взять цифру за правную точку, то 600 тысяч дронов в год. Вот если взять цифру за правную точку. 600 тысяч дронов в год. То есть до миллиона осталось 400 тысяч. Ну, будем говорить 40%. И на сегодняшний день я знаю о том, что действительно заявление о том, что мы существенно увеличили производство дронов, различных дронов, не только в период, не только там дроны-бомбардировщиков, которые сбрасывают различные, скажем так, бомбы, кумулятивные гранаты, мины и так далее на голову противника. Дронов-разведчиков, то есть тут существенно увеличилось это количество. Поэтому я думаю, что тенденция идет по возрастающей. И, ну, если взять, поставить задачу, то миллион реальной цифры, то почему нет? У нас большая страна, у нас много людей, которые могут заниматься такими вопросами. Чем мы хуже в данном случае Российской Федерации? Это мы лучше, потому что мы первые начали использовать певедроны для поражения противника. Почему сейчас должны уступать своей позиции противника? Поэтому я думаю, что все реально, если за это дело взяться, то можно достичь таких результатов. Но не на дронах единых зацикливаться рекомендуют нам некоторые из западных партнеров. Вот часть высокопоставленных американских военных предлагают Украине изменить свою стратегию в наступающем году на удерживай и производи, так они назвали эту стратегию, то есть сосредоточиться на удержании имеющейся территории и создать возможности для производства собственного оружия. О каких видах оружия может идти речь? Насколько реалистичны такие предложения, как вы считаете? И не преждевременны ли они для страны, которая, в общем-то, отдает все на активную войну? А почему не преждевременны? С этого нужно было начинать. С первого дня войны, фактически, нужно было прилагать усилия для того, чтобы ориентировать экономику на производство собственных боеприпасов и систем вооружения. Это вполне здравая мысль, одно другого не исключается. То есть чем больше у нас будет собственного производства по западному циклу самых различных систем, начиная от дронов и заканчивая, ну, моя фантазия летит далеко даже самолетом, чего, в принципе, у нас боевые самолеты не производились никогда, ну, почему бы и нет, к лучшему нужно всегда стремиться. Но максимальное количество средств вооружения и военной техники у нас должно производиться по большому радиусу, по полному кругу для того, чтобы снизить свою зависимость от западных поставок. А мы говорим только о западных поставках. Почему? Потому что советское вооружение уже истекает, его нет. А единственная страна, которая производит оружие с советскими корнями, скажем так, и модифицированная, улучшенная, ну, и старая тоже, это Российская Федерация. Она имеет соответствующие мощности и соответствующие возможности. Понятное дело, что мы с Российской Федерацией сейчас никакого военно-технического службы вести не можем по совершенно очевидным причинам. Поэтому сейчас ориентируемся на запад и нужно расширять это сотрудничество. Другое дело, что предлагается стратегия, да, соответствующая, то есть стать в оборону и производить. С этим можно спорить. То есть, ну, как бы, может быть, у нашего командования есть и другие пары. Но с необходимостью производить собственное вооружение здесь поспорить совершенно очень трудно с этим. А скажите, насколько реально и возможно производить его на территории Украины? Или речь идет о том, чтобы совместное производство налаживать за пределами, там, куда не будут долетать ракеты, даже теоретически? Ну, подземные заводы никто не отменял, даже по состоянию Вторую мировую войну. Нацистская Германия, такой пример приведу, массу производств перенесла под землю. То есть, и достигла существенных результатов. Да, другое дело, что она не могла сравниться с коалицией, да, одегитеровской. Но относительно самой себя она достигла впечатляющих результатов. Поэтому тут, в общем-то, давно всеми придумано, как можно разместить производство боеприпасов, военной техники, во время войны, так, чтобы до него не долетали ракеты. Понятное дело, что это требует денег, это требует времени. Понятное дело, что любой такой завод сразу же станет целью для ракетных ударов. Но, опять же, деваться некуда. Ну, и в том числе, конечно же, перенос его за пределы Украины на территорию стран-проперов, которые нам активно помогают и ремонтировать вооружение, в том числе танки, да, вполне возможно. То есть, мы знаем о ремонтных возможностях Чехии, странах Балтии, которые нам помогают ремонтировать бронетехнику. Почему бы и не разместить в этих государствах, которые нам очень дружественны, которые нам очень широко помогают, какие-то производства. То есть, они будут находиться в безопасности. По словам Алексея Данилова, секретаря украинского СНБО, совместное производство оружия со странами НАТО уже происходит. И он напоминает о том, что у нас есть договор, меморандум о совместном производстве оружия Украины и Соединенных Штатов Америки. Вы говорите о том, что производство это уже натовского образца. А делятся ли с нами передовыми технологиями, как вы считаете? Новейшими разработками, инновационными именно. Можем ли мы на это рассчитывать? Ну, а скажем так, компания Рейн Мэттл, которая хотела бы у нас развернуть производство своей бронетехники, и в частности упоминался концептант Пантера КФ. Это и есть новейшее производство. Этого танка сейчас нету на вооружении. Он, скажем так, в широком пользовании не присутствует. Но, тем не менее, Украина может его получить вместе с производством компании Рейн Мэттл, которая будет разворачиваться в интересах нашей страны, то есть совместное производство. Вот вам, пожалуйста, один пример. А зенитно-ракетная система АРИСТ, которых тоже немецкая, которых нету на вооружении Бундесвера, они нам переданы. Это тоже технология, которую мы можем изучать. В общем-то, и внедрять по возможности, брать с них пример и так далее. Эта же система нам передана, мы знаем, как они используются, как они обслуживаются. Мы их активно, с их помощью защищаем наше небо от авиационных налетов и ракетных ударов. Тоже передавая технология. А когда мы говорим о программе «Франкенцем», прошу прощения, «Франкенцем» она называется, то есть это размещение американских ракет на платформах советского производства, то есть создание таких гибридных ЗРК. Ну да, это, конечно же, не самая передавая технология, она весьма оригинальна, и она позволяет нам вот таким вот образом решить проблему защиты нашего неба. Это тоже сотрудничество, это тоже плод того же самого меморандума, о котором мы упоминали. Поэтому сейчас примеров очень много, и важно все это дело развивать. Денис, ну и хочется отметить, согласитесь, что вот такой уровень высокий сотрудничества и доверия партнеров и стран-член НАТО, да, в первую очередь, говорит об истинных настроениях этих стран по поводу перспективы членства Украины в Альянсе. К слову, всем критикам и ФИЦу, которые предупреждают, что это развяжет только Третью мировую войну, и тем критикам и скептикам, которые говорят, что Украине до НАТО далеко. Ну, я бы ответил бы прежде всего вообще, в общем-то, политическую ответственность, которую взял на себя Евросоюз, наши европейские партнеры, разрушены Украины. Я и хочу вспомнить события недельной давности, когда была открыта возможность для переведения переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. Это очень важное событие, очень сложно переоценить. Это фактически означает, что Евросоюз готов взять Украину, ну, понятное дело, после соблюдения ряда процедур и выполнения ряда требований, достаточно существенных, но это уже очень большой шаг вперед, и на то, что Евросоюз видит нас в своем составе, и Евросоюз готов взять у себя политическую ответственность за дальнейшую судьбу нашесты. Это крайне важно. Вот, кстати, по сотрудничеству с немецким оборонным концерном RainMetal, много информации было в течение года, совместное предприятие, совместное производство, о котором вы говорили, начали, точнее не так, совместное предприятие зарегистрировали еще весной, Укра Бронпром с RainMetal. А вот начали ли производство, это до сих пор загадка. Как вы считаете, в этом направлении, конкретно в этом сотрудничестве, могут быть новости, которые просто секретные, о которых не сообщают, либо после заключения соглашения все и осталось на том уровне, и вот максимум просто о чем-то договариваются? Нет, насколько мне известно, там есть движение, однако, ну, давайте оставим это за кадром. Хорошо, если оно есть, и интересно еще узнать, вот по оценкам экспертов, около 20% потребностей украинской армии перекрывают собственным производством Украина. Какова ваша оценка? Сколько производит Украина, сколько нам дают иностранные партнеры? И вторая оценка 50% другие виды боеприпасов. То есть 20% помощи снарядов и 50% другие виды боеприпасов. Но пока вот такая вот есть цифра, которая, на мой взгляд, ей стоит оперировать. Вполне возможно и больше, но опять-таки давайте мы не будем с вами фантазировать. Единственное, что можно сказать, что, к сожалению, пока еще потребность иностранной помощи, в том числе и в плане боеприпасов, достаточно широка. Но слава богу, что уже есть собственное производство. Кстати, оно касается не только на пуске боеприпасов, оно касается, в общем-то, и советских калибров. Почему? Потому что сейчас орудия советского производства все еще распространены в наших урожайных силах, и они используются. Но с их производством сейчас проблема из-за дефицита пороха, в первую очередь, правильно? Ну, производство орудия, орудий, пушек и гаубиц – это не про порох, это, в общем-то, про стволы и про другие элементы. То есть, с этим могут быть связаны проблемы. Денис, а вообще, насколько разогреть сейчас мировой рынок вооружения из-за войны, которую развязала Российская Федерация против Украины? Насколько подорожало, ну, грубо говоря? И насколько его сложно найти? Как изменилась логистика этих поисков? Чрезвычайно подорожало. Была информация о том, что один снаряд в открытых источниках, один снаряд сейчас стоит порядка 4 тысячи евро. То есть, фактически, мы выстреливаем недорогой автомобиль в противника. Каждый снаряд стоит недорогой. Недорогой автомобиль, бушный, но все-таки автомобиль. То есть, 4 тысячи евро. И сейчас снаряды стали очень ходовым товаром. Сейчас все понимают, что, несмотря на предыдущие, скажем так, концепции, согласно которым, войны могут быть только локальными. Они очень быстро будут заканчиваться, и поэтому много боеприпасов не потребуется. Российско-украинская война показала, что сейчас впору возвращаться к концепциям первой мировой войны. Когда была война экономик, эти экономики были вынуждены поставлять в огромных количествах боеприпасы, средства поражения, оружие, технику и так далее. И сейчас боеприпасы артиллерийские, артиллерия сейчас является одним из основных средств поражения, наряду с дронами, для обеих противопорствующих сторон. То есть, сейчас боеприпасы, снаряды различных калибров, и 155 мм, и 105 мм, минометные боеприпасы, они сейчас очень-очень пользуются большим способом. Да, и действительно, это все очень дорого. Война дорогая, ее составляющая в виде производства боеприпасов, дорогое дело. Как вы считаете, насколько справедливым было бы, чтобы вот это производство для Украины оплачивалось за счет замороженных российских активов? А российских активов страны Россия, которая развязала эту войну, и вынуждает теперь Украину и наших партнеров производить это оружие, тратить деньги? Ну, я вам отвечу вопросом-вопросом. Разве вы не считаете это справедливо? Лично я считаю. Я тоже считаю, мне просто интересно услышать ваши аргументы. Лично я считаю, то есть Россия развязала эту войну, она должна пострадать. Не просто в плане уничтожения собственных вооруженных сил, истощения экономики и поражения объектной структуры. Наша инфраструктура должна продолжать финансово пострадать. Она должна оплатить тот ущерб, который нанесла нашей стране своей спровоцированной агрессии. И почему бы ей не оплатить уничтожение собственных солдат? Я полагаю, что это весьма цинично, но весьма справедливо. Поэтому я бы с нетерпением ожидал подобного рода решения. Ну, будем надеяться, что наши западные партнеры после победы Украины в этой несправедливой войне выставят счет по полной агрессору. Денис, спасибо. Мы всегда рады вам в наших эфирах. Денис Попович присоединялся к нашему эфиру. Военный обозреватель, главный редактор издания «Апостроф». Спасибо.